Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммера, а также больших ценителей коллекционных карточных игр. По результатам голосования победил Фабий Байл, и поэтому будем рубать вот за этого парня. Он шикарен, особенно с точки зрения Бека, можете почитать книги, он проявляет себя в них во всей своей красе. А вот в игровом плане, к сожалению, в Ладдере он встречается не так, чтобы очень часто. Честно говоря, опыт игровой за Фабий у меня почти... ну почти никакого опыта, скажем так, более мягко и прилично. Собрал вот такую вот ерунду, скорее всего это ерунда. Вы можете написать в комментариях какие-то варианты колод, но я думаю, что пока поиграем именно этим форматом. А сейчас будет небольшой реплей, как раз покажу как играю. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, есть группа ВКонтакте, Телега, даже Рутуб. А если хотите поддержать, ссылочка на бусте в описании. Вот такой билд, буду играть им. И, как говорил, небольшой реплей. Давайте посмотрим. А вот здесь как раз мы играем против Нерад Кирина. Достаточно опасный командир, так как тянет наши карты, а у Детей Императора, ну, по крайней мере, до того, как Хорос Херес Лиджинс обновится и фактически перевыпустят первые четыре легиона. Это сыны Хороса, Дети Императора, Пожиратели Миров и Гвардии Смерти. Карты, особенно карты существ, у Детей Императора очень и очень хороши. Он юзывает свою обилку. У нас есть скауты, что здорово, приходят даже вторые. Замечательно. Уснем его, пускай не расслабляется, и передадим ход. Ход оппонента. Очень неприятно. Опять же, с тем учетом, что он вытянул из колоды. Ну, фактически создал, да. Раньше-то вообще, как вы помните, в самой первой итерации Кирин не только создавал копию, а вообще тянул карту из колоды. Но это было, конечно, безумие. Понятно, почему разрабы достаточно быстро это понерфили. В прошлый ход, да, мы атаковали, потому что нет смысла накинет сбой, а случайный вражеский солдат у нас только один, вот этот. Удачно ему заходят. Опять же, получает выживший. Ситуация для нас, ну, не очень приятная. Выставить скаутов мы не можем. Скверненный корабль, в лучшем случае, сработает только на следующий ход. Ну, ладно, выставим Пи-Альфа, хотя, опять же, у нас могла прилететь Гаруда и застанет нас. Идет размен. Ну, так немножко ХП сохранили. Может быть, будет какой-то толк. Он создает карту. Выставляет существо. Неприятная, Птикарий Норн. В комбинаторике очень сильная. В комбинаторике Хоррс Херс Лидженс очень сильная карта. Сносим. Теперь можем спокойно. Ну, опять же, как спокойно, у нас есть сеточка в колоде, а сеточку он может вылутать. Тем временем, у него уже 8 карт в руке. Опять же, вот он юзает тактику и кидает на нас стан. Неприятно. Какой у нас выбор, выставить скаутов или улучшенного воина? Ну, давайте выставим улучшенного воина. Получает Аберека. Это здорово. 6-6. Оппоненту везет. Дрейк влетает именно в нашу карту. Идет размен. В принципе, неплохо, так как эта карта достаточно опасна в комбинациях, как я уже говорил. Юзает перехватчик. Получаем 3 единицы урона. И тактики у нас очень становятся дорогими. Но что радует, тактик-то у нас и нет. Выставляем Сардерон. Они очень хороши. 6-8 с щитом. Плюс, если на них кинем кровожадность, будет вообще шикарно. Но у него есть отчаянное положение. Ремув. И, к сожалению, Сардерон улетает. Выставляем Скаутов. И выставляем Танчик. Танчик хорош. Он вносит 4 единицы урона. Плюс 7-5. С ним надо как-то разбираться. Не можем кидать пробав. Поэтому кусаем командира оппонента. Ему везет. Но чуть скидываем его по темпу. Создает карту. 9 карт в руке. Передает ход. Хорошо. Кидаем пробав. Яд неплохо. Юзаем экспериментальное клонирование. Создаем терминаторов Сардерон. Выставляем улучшенного воина. Что он получит? Охват неплохо. Но все-таки хотелось бы оберег, конечно. Потому что тактики, как мы понимаем, полетят. 4 единицы урона. И летит стыренный у нас ремув. Полет совершенства. Плюс, опять же, он подровает карту. 18 единиц здоровья. У него 20. Почти полная рука. В следующий ход будет полная. Неприятно. Кидаем. 4-6. Выставляем танчик. Понятно, не используем здесь его обилку. Но все-таки карта хорошая. 7-8. Надо как-то с ней разбираться оппоненту. Но я думаю, что разберется с ней достаточно легко. Опять же, у него есть третий завет. Очень удачно в руке сидит. Вообще, хорошо он себе задает карты. Но у нас есть следующий молот правосудия. Можем ремувнуть ветерана Кирхана. Наш ход. Не знаю, есть ли смысл держать вот этих парней. Выставим молот. Ремувнем. И на всякий случай продамажим. Мало ли, вдруг у него какой-нибудь стан есть. Мазбой. Давайте все-таки внесем. 10 единиц урона. Это не шутка. Плюс, опять же, ему нужно разобраться с этой картой и с этой картой. Чего он сделать не может. Вот такой вот у нас реплей. И я думаю, что именно такой сборкой мы поиграем. Вопрос только по поводу актуальности вот этих чувачков в инвизе 2.1. Впрочем, жду ваших комментариев. А на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. И, конечно, традиционно всем гидро доминатус.